Поскольку, скажем так, Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в своем представлении не нуждаясь, я хотел бы сказать о двух, наверное, наиболее явных проблемах, которые, с моей точки зрения, являются характерными для всей отрасли, с которыми мы во всей красе, что называется, столкнулись в этом 90-х десятилетии. Но первое, да, напрежде всего, это так называемый пропущенный технологический уклад. Тот технологический уклад, который развивался в мире в 90-х, в 2000-х годах. По своей сути, это то отставание, которое на сегодняшний момент мы имеем, существующие технологии, утраченные технологии, технологии, которые требуют скорейшего исполнения. И второе, об этом уже многие выступавшие говорили, это упущенное поколение. Это те выпускники вузов, которые в прошлый период, в 90-е годы, к нам не приходили. Вот все эти проблемы на сегодняшний момент требуют, конечно, безусловного, безотлагательного, немедленного решения. Я могу сказать, что касаясь вопроса трансферной технологии, мы с этим наиболее явно, видимо, столкнулись и стали бороться в минувшие 5-7 лет, когда в отрасли появилось целевое государственное финансирование, когда мы получили финансовую возможность преодолевать накопленное отставание. И мы, конечно, столкнулись с тем, что технические специалисты, средний возраст которых около 50 лет, они не могут в полной мере заниматься управлением этими инновациями. Поскольку приобрести технологию, всем в случае понятно, это не просто купить станок, это не просто разработать оснастку. Это емкий, серьезный проект, который требует соответствующих подходов и наличия соответствующей компетенции. Ну и, естественно, наша реакция была очень линейной решением. Мы образовали свой корпоративный жидко-технологический центр, который стали комплектовать способные талантливые молодежи. Значит, вот депоанализ с нашими кадровыми службами в отношении того, какие же специалисты нужны, значит, и кого мы берем, это специалисты с наличием двух компетенций. Это, по сути, инженеры с наличием, хорошие инженеры, с наличием, значит, безусловно, свободного знания иностранных языков, поскольку это работа, значит, с зарубежным рынком, и наличием, значит, существующих, так сказать, экономических квалификаций, поскольку, еще раз подчеркну, значит, это проекты комплексные. Кроме прочего, так сказать, нужно заметить, вот здесь уже говорилось о так называемом проектном управлении. Конечно, чаще себя нас тоже не минуло, значит, во всех тематиках, понятно, что главная тематика для нас – это блокирование космонавтика, мы – главные федеральные космические магистры, значит, в этой области. Мы провели разделение, значит, сельскохозяйственных на две части. Ученые, проектанты, конструкторы – это первая часть, да, значит, которая сформирована в нашей технической центре. И второе, значит, это проектные офисы, при комплектовании которых, то есть это, собственно, управленцы, которые занимаются, значит, развитием и продвижением этих проектов, при комплектовании которых мы, опять-таки, во всей красоте столкнулись с отсутствием, значит, должным образом подготовленных кадров. То есть есть технически грамотные специалисты, значит, но у них отсутствуют, значит, экономические компетенции. И есть управленцы экономисты, которые, причем, из гуманитарных вузов, которые, соответственно, лишены компетенции технически. Поэтому, с моей точки зрения, значит, я считаю, что вопрос, который поднят на этом круглом столе, он имеет крайнюю ритуальность. Я поддерживаю, так сказать, корпорации, значит, инициативу ВМЕХа в отношении того, что промышленность и сельскохозяйственная должна получать несколько кинной продукт, продукт более совершенный. Касаясь, вот, собственно, примера, могу сказать, что я получил экономическое образование уже в 90-х, столкнувшись с этим, вот, скажем так, искать, я из личной нужды. Поэтому, вот, еще раз подчеркну, значит, НЗАР и готовы участвовать Спасибо. Спасибо. Спасибо.